Добрый вечер, с вами снова я и фильм на вечер. Поскольку название этой американской криминальной драмы лично для меня вообще ни о чем, клюнул скорее на актеров Джейсона Суткейса и Эванджелин Лили. Фильм идет два часа и сначала это показалось долго, но сюжет так хитро построен, что изъявная мелодрама быстро перерождается в неплохой триллер с легким криминальным уклоном. Даже финал такой простенький, конечно, готов простить. И жаль, что в конце все так исключительно драматизировали. Джимми Рэй, мужчина средних лет, отсидевший за свою грабительскую ошибку 14 лет и вышедший по УДО. Не просто так его отпустили. Его подруга Эннис мертельно больна, осталось ей немного, а пара непременно хочет пожениться, на курице и натрахаться перед смертью Энни. Но как это заведено, на УДО тебе пасут по полной, а Джимми умудряется буквально в первую же неделю вляпаться по уши в дерьмо. Поскольку я здесь, не возражаешь, если я осмотрю твой шкафчик? Мне нечего прятать. Ну ладно. Ток-ток-ток, а это что такое? Мы теперь в игры играем, да? Никаких игр, Джимми. Это два грамма чистого нарушения условки. В сюжете, если вдуматься, много чего прилизанное притянуто за уши. Конечно, это кидается в глаза. Остаются вопросы и непонятки в целом. Но сюжет с неизлечимым больной барышней и бандитом-романтиком, желающим быть вместе, в принципе, беспроигрышный. А тут еще эта драмная мелодрама, приправлена криминальными разборками, местными авторитетами. Но это черномазый дерзкий школьник. Вишенка на торте. И надзиратель УДО оказался козлиной. Для него все норма и закончилась. Суд кейс для потрепанного жизни и тюрьмой зэка выглядит очень хорошо. А вот Эванджелин Лили даже не сразу узнал. Еще и забыл, что она играет. Сделали из нее старушечку, да без макияжа. Все равно на очень больную не похожа. Ни кашля, ни хрипом, ни поноса. Просто бледная, уставшая женщина. Абсолютно не понравились динамичные сцены. Точнее сказать, они должны были стать динамичным экшеном. Но поскольку Джейсон Судкейс явно тяжелее Хоя ничего в руках не держал по жизни, все вышло боком. И не тем, с кем он по сюжету сражался, перестреливался, а самому Джимми, которого он играл, я не поверил ни в один из таких эпизодов. Видно же, что у него нерв в позвоночнике зажат, а поэтому он не в состоянии разогнуться из своего постоянного полосгрубленного вида. А меня хотят убедить, что он легко уложил движение в руки южно накачанных ниггеров и пристрели 3-4 рота хорошо подготовленных бойцов. Хотя до этого и перочинный нож в руках не держал. Финал в лучших мафиозных традициях. Но сказка-сказка сильно правильный. Крепкий орешек на минималках никак не меньше. Если на это закрыть глаза, то фильм до самой смерти довольно складной получился. Как-то посморчался без негатива и скуки. Может ничего такого в этом фильме и нет, а просто как-то по настроению пришелся. Мои рекомендации, но не для просмотра с детьми. С вами был я, Каллигула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.